Ну а сегодня у нас на первом плане руководитель управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у нас есть такая новость, что с 29 июня Росреестр переходит на безбумажный оборот. Давайте расшифровывать, что это такое, для чего это делается и чем это грозит нам, обывателям. Ну, обыватель, наверное, ничем не грозит. Но если мы возьмем прошлый год, то Росреестр вообще является законодательным модом в цифровизации. Если мы возьмем 2021 год, сначала вышел закон 120, 30 апреля 2001 года, в котором был запущен, назовем кратенько, стоп-бумага, процесс. Когда документы принимались в МФЦ, далее они переходили в Росреестр, и Росреестр путем перевода их в электронную форму заверял электронной цифровой подписью, и в реестровое дело, в архив они попадали только в электронном виде. А все документы возвращались заявителям. И на тот момент Росреестр разъяснял, что теперь заявители, если они хотят хранить эти документы, то обязанность по хранению распространяется на них. То есть у вас бумажные не хранятся, у вас только электронные версии? Да. Да. Дальше Росреестр пошел еще дальше, и 449-м федеральным законом от 29 декабря 2021 года была еще, скажем так, стоп-бумага дальше продвинута. Теперь, с 29 июня, документы будут приниматься сотрудниками МФЦ, тут же они будут переводиться в электронный вид, и передаваться в Росреестр бумажные документы не будут. Нам будет приходить заверенный образ документа от сотрудника МФЦ, заверенный его электронной подписью. И, соответственно, если закон посмотреть, там прописано, что теперь предварительную правовую экспертизу фактически производят сотрудники МФЦ. То есть они проверяют на предмет, является документ копией, является документ с исправлениями, то есть там есть почистки, подсирки, есть ли исправление, есть ли надписи карандашом. То есть все это будет делать сотрудник МФЦ. В Росреестр будут попадать только закладные в бумажном виде. Ваши сотрудники, наверное, вздохнули свободно. Насколько меньше у них теперь обязанностей? Ну, скажем так, да, предварительная экспертиза фактически ложится на сотрудников МФЦ. Определенная ответственность на них это накладывает. Но в любом случае, даже по скан-образам, сотрудники Росреестра будут проводить уже не предварительную, а полную правовую экспертизу. То есть проверяют на соответствие законодательству, на уплату пошлины. То есть сотрудники Росреестра будут делать всю ту же самую работу. Но только в электронном. И в данном случае в МФЦ будет уходить электронная выписка, которые будут заверять уже печатью и штампом работники МФЦ. Поэтому с 29 июня вы не получите печать Росреестра на выписках. Я могу сказать одно, что на заявителях это не должно никак сказаться. Как услуги получали они, так они и будут получать. Но хотел бы обратить на такой момент внимание, что мы очень много встречаемся и популяризируем электронные сервисы наши. То есть подача в электронном виде для людей должна быть простой. В прошлом году был изменен сайт, когда упростили подачу заявления. И сейчас уменьшилось количество шагов, уменьшилось количество действий. Поэтому если люди, заявители хотят получать услугу Росреестра более быстро, то я рекомендую им обращаться к нам в электронном виде. То есть непосредственно минуя МФЦ? Минуя МФЦ, да. Поскольку и через МФЦ документы будут к нам заходить в электронном виде, но только в данном случае будет заверять сотрудник их МФЦ. А при заверении электронной подписью заявителя он будет представлять их напрямую в Росреестр. При приеме документов в Росреестре срок регистрации по закону на два дня меньше, чем в МФЦ. Но и существуют еще внутренние приказы управления, которые сокращают срок. Срок документов в электронном виде регистрации 3 дня по приказу. Если это документы, поступающие в электронном виде с ипотекой, то в данном случае регистрация проходит в течение одного дня за днем подачи. То есть, по сути, сейчас, после 29 июня, если обратиться непосредственно в Росреестр, то буквально за два дня можно получить выписку, свидетельство о собственности и так далее. А если в МФЦ, то это примерно с выходами с рабочей 4-5 дней, а то и неделю. Но сервис электронный работает. И если посмотреть, мы возьмем в том числе статистику 2021 года, то по итогам года 39% подачи из документов в электронном виде была. Непосредственно на ваш сайт? На услуги Росреестра. Но если смотреть по месяцам, то, скажем, в начале года это было 24-28%, то к концу года дошло до 50%. С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что люди перестают бояться. Если раньше люди получали деньги на карточки и сразу их снимали, то сейчас никто не боится, и деньги лежат на карточках. Так и здесь, то есть популяризация сервисов, люди пользуются друг другу, передают информацию, и постепенно, постепенно эта услуга востребована становится. Если посмотреть по банкам, вот по подаче ипотеки в электронном виде, то у большинства банков существуют в том числе и определенные скидки тем, кто подает в электронном виде, и процент подачи по банкам до 80% доходит. Те, кто подают в электронном виде. Ну, а если вот посмотреть еще и сервис открытые данные, есть домклик у Сбербанка, и на этом сервисе есть открытые данные по электронной регистрации. Так вот, Владимирская область по сведениям сторонней организации оказывает услуги по электронной регистрации в течение одного дня и трех часов. И если мы возьмем май, то в мае у нас было 82% сделок зарегистрировано меньше, чем за сутки. А вот с июня, на сегодняшний момент, 94% сделок в электронном виде регистрируется меньше, чем за сутки. То есть скорость и безопасность. Вот здесь можно ли говорить о том, что электронные документы безопаснее, чем бумажные, либо наоборот? Что вы скажете тем, кто, допустим, хочет все в бумаге, с печатями и так далее, и кто оформляет в электронном виде? Ну, в данном случае я могу сказать одно, что если люди и хотят получить документы в бумаге, то они могут сходить в МФЦ, заказать выписку на бумаге и получить ее. Ну, насколько она им нужна, скажите. Да, опять она будет с печатью МФЦ. Ну, понимаете, есть много способов защиты. Человек может прийти, подать заявление, и регистрация не произойдет без его личного участия. То есть он может себя так защитить. Он может прийти, если он не подает заявление о том, что он хочет подавать документы в электронном виде, то этот документ при постаполении к нам, если он будет не соответствовать закону, то мы не проведем регистрацию по нему. Поэтому людям нужно просто, наверное, успокаиваться и не переживать по тому, что бумага надежнее, чем электронные сервисы. А что касается самого пользования, самих механизмов, каким образом загрузить документы, отправить, насколько это легко и просто сделать на вашем сайте? Там есть пошаговая инструкция. При управлении была школа электронной регистрации, она есть. Но понятно, что мы граждан не обучаем. Мы обучаем юрлиц, администрации, то есть те, кто профессиональные участники. Гражданину, в принципе, разобраться сложности не составит. Единственное, конечно, сразу хочу предупредить, что для подачи документов ему понравится электронная цифровая подпись. Но она тоже получается так же дистанционная? Вот электронная цифровая подпись, электронная цифровая подпись. Когда человек изготавливает, обязательно понадобится его присутствие. По одной простой причине, что должны будут проверить его паспортные данные. Это фактически электронный паспорт. И здесь проверит паспортные данные, сверит его, посмотрит его фотографию. Поэтому электронную цифровую подпись ему обязательно придется прийти в центр, который выдает эти подписи, и подтвердить свою личность. Далее она уже может быть направлена ему на адрес электронной почты, которую он окажет. Но подтвердить личность ему придется обязательно лично. Ну то есть, собственно, вот эта электронная подпись является той самой безопасностью электронных документов, так? Да, да, да. То есть на сегодняшний момент меры по выдаче их ужесточены. Поэтому, если вы получаете электронную подпись, вы должны быть уверены в том, что она действительно ваша. И никто не воспользуется ей, кроме вас. Итак, в недалеком будущем, но по сути уже сейчас, практически все документы электронные, подпись электронная, остается достаточно безопасно. Бумаги-то останутся или нет? Прогнозы ваши, Алексей? Бумаги будут на руках у людей, если не захотят. Все реестровые дела будут храниться только в электронном виде. Давайте еще раз озвучим для наших зрителей, что выписку они получают без печати. Выписка будет приходить в электронном виде на МФЦ, МФЦ будет ее выводить и отдавать людям с печатью МФЦ. А если же гражданин получает выписку электронно, то она ему приходит просто на электронную? Она будет ему приходить в электронном виде с печатью, в смысле с подписью электронной органа регистрации. И для того, чтобы, допустим, если где-то ему надо предъявить ее? Он может также ее предъявлять на флеш-носителе в электронном виде. Но я могу сказать одно, что большинство органов, в которые обращаются граждане за получением услуг, они обязаны сами запрашивать эту выписку и получать ее. Поэтому, если вы обратились за какой-то услугой, рекомендую вам прочитать регламент. И если от вас требуют выписку, а по регламенту ее запрашивает орган, то значит они тогда требуют от вас лишнего. А запрашивает орган в Росреестре? Да, в Росреестре. Как быстро такие сведения предоставляются? По нашей информации внутренней ведомственной в течение суток отрабатывается информация по выпискам. Многие, с кем общался, с кадастровым инженером, подтверждают, что выписка приходит в течение часа-двух. То есть, вот эти 24 часа – это максимальный срок? Я не знаю, интернет будет или какие-то неполадки? Тут немножечко еще надо разделять, потому что есть информация, когда человек запрашивает выписку в рамках для того, чтобы узнать информацию. То есть, либо для подтверждения, либо для представления куда-то информации. Но и в том числе выписка, которая выдается по результатам проведения регистрационных действий. Соответственно, она приходит после того, как проводятся регистрационные действия. Если посмотреть, по срокам регистрации, средние сроки регистрации в управлении – 3 дня. По электронике, соответственно, они в районе суток. Суток-полтора. Слушайте, ну спасибо электронному документу обороту. Мы забыли о том, что такое очереди и долгое ожидание бумаг. Слово бюрократия, возможно, канет в лето. Ну, дело в том, что вот электронные услуги, которые развивают РСР, они очень сильно разгрузили МФЦ. И если вы в ближайшее время воспользуетесь или были недавно в МФЦ, вы убедитесь о том, что очередей стало меньше. Потому что большая часть услуг, которые оказываются в МФЦ, это действительно услуги Росреестра. И перевод в электронный вид позволил разгрузить в том числе и окна МФЦ. И сейчас не существует проблем с создачей документов. Ну, а теперь, поскольку уже вот я сказал о том, что из МФЦ документы в Росреест приходят в электронном виде, людям бояться не стоит. Подавайте к нам в электронном виде, будете получать услугу за сутки. Алексей, давайте успеем осветить еще один вопрос, который мы запланировали на сегодня. Это так называемая гаражная амнистия. Расскажите поподробнее. Не новая, в принципе, тема, но, тем не менее, она продолжает звучать достаточно, набирает популярность на сегодняшний день. Почему? Ну, дело в том, что я могу сказать одно, что закон был принят еще в прошлом году, в апреле. Вступил в действие он с 1 сентября 2021 года. И мы популяризировали, встречались, проведили совещания, доводили пресс-релизы, выступления на телевидении, радио, для того, чтобы люди поняли, что это сделано именно для защиты их прав, и они будут иметь возможность оформить и здание, и земельный участок, в том случае, если у них здание уже оформлено. Причем земельный участок представляется в собственность бесплатно. Первые месяцы гаражной амнистии на территории области, ну, немножечко нас как бы удивило. То, что действительно, я понимаю, что это востребованная услуга, и даже более чем востребованная, потому что много гаражей не оформлено. Но за 4 месяца прошлого года было всего 4 заявления подано. Ой, 21 заявление. 21 заявление за 4 месяца. И мы продолжали популяризацию. И на сегодняшний момент я понимаю, что, может быть, людям нужно было время, чтобы осознать. Может быть, они заказывали катастрофы работы. Но на сегодняшний момент, если посмотреть по статистике, то за 4 месяца этого года 380 заявлений подано на земельные участки. Это 10-кратный рост уже практически. 20-кратный рост. Даже 20-кратный рост. То есть 21 и 380. То есть почти 400. И было оформлено 12 гаражей и 70 гаражей уже за 4 месяца этого года. Давайте сейчас вернемся на линии зрителей. Давайте ему ответим. Алло, Игорь, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, Елена, здравствуйте. Подальше от телевизора. Подальше. Алло, алло. Нет, не работает у нас, наверное, связь. Или, возможно, телезритель рядом с телевизором. Телефон 44-40-47. Если у вас есть вопрос, можете позвонить к нам в студию, задать его. Надеюсь, со связью будет нормально. Итак, в 20 раз увеличилось количество. Узнали, поняли, успели оформить. Как? Я так понимаю, что просто, ну, как про русские говорят, что мы медленно запрягаем, но быстро едем. Ну, либо кто-то сосед уже сделал. Ну, по всей мести, да. То есть люди уже начинают... У нас ведь интервьюирование очень часто развито. И если сосед оформил, то значит, оформлю и я. Росреестр разработал простые правила. Я вот вам предоставлю их. То есть простая методичка, где очень простым русским языком, без сильного упора на законодательство, разъяснено, что человеку нужно взять и сделать. То есть рассказано, какие гаражи можно оформлять, какие нельзя. То есть люди могут оформить гараж, который является капитальным. Строением. То есть у него существует неразрывная связь с земельным участком. То есть фундамент. Железные гаражи. Железные гаражи у нас считаются временными сооружениями, поскольку их можно перенести без существенного вреда. Путем поднятия крана и перевозки. Так вот, земельный участок оформляется под капитальным строением. Он не признан самовольной постройкой судом. И, соответственно, невозможно воспользоваться гаражной амнистией, если земельный участок находится на территории квартирного дома. Если он, скажем так, находится в той зоне, в которой утверждены уже определенные правила развития дальнейшие. То есть проект межевания территории. То есть если регион или город определили, что в данном месте будет что-то другое и утвержден проект межевания территории, то, соответственно, вы не сможете здесь оформить гараж. Поэтому при проведении работ вам в любом случае нужно обратиться в органы межевания управления для того, чтобы узнать информацию, планируется ли строительство либо домов, либо, в частности, сейчас идет строительство Роспенского проезда. И получается так, что утвержден проект межевания территории. И если бы люди захотели оформить в этом месте гараж, в том месте, где проходит трасса, они бы этого не смогли. Но по сведениям, которые у меня есть, гаражи там не попадают в зону строительства. Там попадают дома жилые. Слушайте, но вот часто же бывает гаражный кооператив, но он уже не существует? Это не является препятствием. То есть, если гаражный кооператив когда-то был, и вы были членом гаражного кооператива, то отсутствие данного момента гаражного кооператива не является препятствием для оформления. Вам нужно предоставить либо справку от председателя о том, что вы выплатили в свое время правые износы. Достаточно предоставить заключенные договора на снабжение электро. Ну, воды и канализации, как правило, в гаражах нету, но электричество, как правило, у всех есть. И если вы представляете договор на снабжение, то это является основанием для представления вам земельного участка и гаража. Очень часто люди задавали вопрос по поводу того, можно ли оформить отдельно земельный участок, не оформляя здание гаража. Скажу сразу, нет. Гаражная амнистия подразумевает оформление и гаража, самоустроение и земельного участка одновременно с регистрацией права собственности. Но есть, конечно, ограничения. То есть, если в закону по земельному кодексу невозможно в собственность оформить, то да, в этом случае людям оформляют в аренду. Но во Владимире таких ограничений не должно быть. Итак, наши телезрители услышали о том, что да, можно оформить гараж. С чего начать? Значит, проверить, подходит под гаражную амнистию или нет. Вы сейчас все это озвучили. Дальше что? Ну, для начала вам нужно изготовить схему на схему размещения земельного участка. Если вы хотите ее сделать сразу, это ваше право. Но я еще раз рекомендую настоятельно обратиться в органы местного управления. По одной простой причине, что некоторые органы местного управления проводят комплексные работы. И если вы будете делать схему сами, то вы потратите деньги за то, что уже делают органы. В случае, если вы сделаете схему и в данном месте утвержден проект межевания территории, вы опять потеряете деньги. Поэтому рекомендую вам начинать обращение с оформления, с обращения в органы местного управления, в котором располагается данный гараж. Если вы получите предварительное одобрение о том, что действительно возможно, далее вы обращаетесь к кадастровому инженеру и изготавливаете схему. После изготовления схемы вы обращаетесь в администрацию за утверждением этой схемы. И после того, как схема утверждается, вы производите уже действия по обращению к кадастровому инженеру для изготовления межевого и технического плана гараж. Если у вас не было документов ни на то, ни на другое. И после этого передаете документы в орган местного управления, который обязан подать их за вас в Росреестр. И после проведения государственной регистрации права на гараж и на земельный участок предоставить вам весь по комплекту документов. То есть выписку по проведенной регистрации. Отлично. Вот где еще можно прочитать вот эти самые методические рекомендации реализации гаражной амнистии? Вот нам вы их предоставили. Есть ли на сайте они Росреестр? Они на сайте Росреестра. Пресс-релиз от прошлого года. Сейчас могу даже сказать вам. Пресс-центр, новости, пресс-релиз от 1506-2021 года. То есть там все это есть. Она в том числе в таком виде. Там кроме того, что действия по тому, что делать, там еще жизненные вопросы описаны, какие возникают у людей. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что наш гость сегодня руководитель управления Росреестр по Владимирской области. Алексей Сарыгин. Алексей, спасибо вам. Спасибо большое.